всем большой привет сегодня сразу три необычных рецепта маринованных помидоров на зиму в каждом из них есть своя изюминка консервация получается не только вкусной но и красивой чтобы не пропускать новые рецепты ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал приятного просмотра первый рецепт маринованные помидоры без ничего берем горячие стерилизованные банки любого размера насыпаем в каждую от 5 до 10 горошин черного перца бросаем по одному лавровому листу и наполняем доверху помидорами стараемся уложить их как можно плотнее дальше заливаем томаты крутым кипятком при этом воду обязательно замеряем чтобы знать сколько понадобится маринада банки сразу прикрываем крышками и даем помидорам пропариться примерно 15 минут в это время готовим маринад наливаем в кастрюлю нужное нам количество чистой воды доведенное до значения кратного 1 литру затем добавляем туда из расчета на 1 литр 30 граммов соли 100 граммов сахара размешиваем прикрываем крышкой и ждем пока закипит после закипания вливаем на каждый литр маринада по 60 миллилитров 9 процентного уксуса дальше оставляем рассол на самом минимальном огне с помидоров сливаем воду сразу заливаем томаты кипящим маринадом закатываем и переворачиваем когда все банки будут закрыты накрываем их чем-то теплым и даем таком состоянии полностью остыть для наполнения литровой полтора литровой и двухлитровый банок мне понадобилось 3 килограмма 300 граммов небольших помидоров и 1 литр 800 миллилитров маринада хранить их можно как в прохладном месте так и при комнатной температуре второй рецепт невероятно вкусные помидоры в капусте 500 граммов капусты мелко шинкуем и перекладываем глубокую миску одну среднюю морковку трем на терке для корейской моркови и отправляем капусте из одного крупного сладкого перца удаляем семена нарезаем его соломкой и перекладываем к овощам 4 зубчика чеснока рубим ножом и также отправляем в миску с овощами затем все хорошо перемешиваем мять и что-либо добавлять не нужно дальше берем чисто вымытую банку емкостью полтора литра на дно бросаем 2 горошина черного перца одну гвоздику пару штучек душистого перца кладем 2-3 веточки петрушки один зонтик укропа и выкладываем слой помидоров сверху распределяем слой подготовленных овощей таким образом чередуем слои помидоров и капусты пока не заполним банку доверху затем добавляем банку одну столовую ложку без горки каменной соли 3 столовых ложки девяти процентного уксуса 2 столовых ложки с горкой сахара заливаем до края водой комнатной температуры прикрываем банку крышкой ставим застеленную салфеткой кастрюлю заливаем по плечике водой такой же температуры как и в банке и отправляем на умеренный огонь стерилизуем нашу заготовку 20 минут с момента закипания воды в кастрюле затем банки сразу закатываем переворачиваем вверх дно и даем полностью остыть хранить такую консервацию можно даже при комнатной температуре из указанного количества продуктов получается три банки емкостью полтора литра третий рецепт помидоры на зиму в снегу около двух килограммов небольших помидоров раскладываем по чистым литровым банкам затем заливаем их доверху крутым кипятком прикрываем крышками и даем постоять 20 минут в это время натираем на мелкой терке чеснок из расчета 100 граммов чеснока на каждый килограмм помидоров чесночную стружку делим на части в зависимости от того сколько у нас банок томатов в данном случае 3 через 20 минут сливаем воду из помидоров в мерную емкость при необходимости доливаем чистой воды чтобы было кратно одному литру выливаем все в кастрюлю добавляем туда из расчета на 1 литр воды 2 столовых ложки соли 4 столовых ложки сахара хорошо перемешиваем и отправляем на плиту пока маринад закипает раскладываем по баночкам подготовленный чеснок после закипания добавляем маринад 9 процентный уксус из расчета 100 миллилитров на 1 литр воды даем ему повторно закипеть и сразу выключаем огонь горячим маринадом заливаем помидоры до самого края банок закатываем их переворачиваем вверх дно тепло укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания после чего отправляем на хранение погреб или кладовку вот и все очень вкусные помидоры на зиму в трех вариантах готовы если вам понравились рецепты ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь комментариях